С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Автопарк Нарьинмарского АТП пополнился сразу четырьмя новыми автобусами. Предприятие приобрело транспортные средства в лизинг. Уже в ближайшее время они выйдут на городские маршруты. Современные технологии, которым не страшна дождливая осенняя погода. Нарьинмаре утепляют многоквартирные дома на улице Меншикова. 22 сентября автомобилисты всего мира отказываются от передвижения на автомобиле, пересаживаясь на общественный транспорт или велосипед. Накануне дня работника лесного хозяйства в Нарьинмаре прошла акция «Сохраним лес 2020». Об этих и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. И вновь заболевшие. В минувшие сутки статистика заболеваний новой коронавирусной инфекции в Ненинском округе пополнилась новыми случаями. COVID-19 выявлен у двух жителей округа. Оба вернулись в Ненинский округ из других регионов. Заболевшие – жители города Нарьинмары и поселка Искателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Пациенты получают амбулаторное лечение на дому. Всего амбулаторно проходит лечение 6 человек. В стационаре Ненинской окружной больницы на сегодняшний день нет пациентов с диагнозом COVID-19. Всего амбулаторно по месту нахождения лечение получают 6 человек. Под медицинским контролем на самоизоляции на дому и в обсерваторе находится 313 человек. Напомним, с 20 сентября в округе снято ограничение для жителей округа, приезжающих из других регионов. Теперь им не нужно предоставлять справки об отсутствии заболевания или проходить курс двухнедельной самоизоляции на дому. Исключение составляют дети, посещающие образовательные учреждения и сотрудники, задействованные в учебном процессе. Прибывая в округ, они должны предоставлять либо справку, либо две недели провести на карантине дома. В автопарке Нарьинмарского автотранспортного предприятия пополнение. Уже через неделю на городские маршруты выйдут сразу четыре новых автобуса, доставленных на Нарьинмар буквально на днях. Подробнее расскажет Александра Литкова. Современные комфортабельные автобусы большого и среднего класса оснащены откидным механическим пандусом, местом для крепления инвалидной коляски и обеспечат удобную посадку пассажиров, в том числе маломобильных граждан. Автобусы среднего класса будут использоваться на маршрутах номер 2, номер 6. Вместимость их 72 человека, идут на замену пазикам, которые сейчас используют. Автобусы большого класса будут использоваться на 4, 4А и межмуниципальным в 411, 413. Автобусы новые, современные, теплые, удобные, оборудованные аппарелями для перевозки маломобильных граждан. Общая стоимость пассажирского транспорта составляет почти 36 миллионов рублей. Автобусы закуплены за счет собственных средств предприятия в лизинг. Срок погашения 29 месяцев. Лизингодателем выступило акционерное общество «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа». Мы начали сотрудничать в 2018 году. Приобретали в прошлом году автобусы, приобретали мусоровозы. Клиент очень хороший. У нас никаких претензий по выполнению обязательств перед Наринмарским нету, поэтому мы продолжаем работать. И вот очередная сделка вот этих четыре новеньких автобуса. По словам главы Наринмара Олега Белака, обновление автопарка предприятия – одна из приоритетных задач для города. Я считаю, что у нас и жители города, и опорта заслужили того, чтобы ездить в хороших, комфортных условиях. С учетом того, что у нас есть большой развивающийся новый микрорайон, это улица Вятров, Сущинского, Швейцова. И там были объективные проблемы с тем, чтобы автобусы малого класса не перевозили то количество пассажиров, которое там реально существует. То есть вот сейчас приобретены два автобуса среднего класса, которые как раз будут работать на маршруте номер два, на маршруте номер шесть. Это комфортные, удобные, низкопольные автобусы, которые и в зимнее время, и в летнее время обеспечат всеми уровень комфорта наших жителей. На сегодняшний день в Наринмарском автотранспортном предприятии задействовано 33 автобуса, часть которых имеет большой процент износа. Предприятие совместно с городской администрацией старается ежегодно закупать новые автобусы. За два предыдущих года АТП закупило три автобуса большого класса «ЛиАЗ». Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Как сообщили в департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа, с 1 по 30 октября на автодорогах Наринмары и поселка Искателей будет действовать временное ограничение для большегрузного транспорта. Под запрет попадут транспортные средства, осевые массы которых превышают 3,5 тонны на каждую ось. Ограничение при этом не коснется автомобилей экстренных служб, дорожно-ремонтных предприятий, транспорт, обеспечивающего уборку улиц, перевозку пассажиров и продуктов. Напомним, временный запрет на движение большегруза в городской черте вводится ежегодно для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорожного полотна в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий. Руководителям предприятий, организаций, а также физическим лицам рекомендовано в срок до 1 октября обеспечить завоз необходимого количества сырья, материалов и оборудования. Тему следующего сюжета нам подсказали горожане. В редакцию телеканала «Север» обратились жильцы, встревоженные ходом капитального ремонта в панельных домах по улице Меньшикова. В теме разбирался Михаил Веселов. Первые панельные дома в Наринмаре, построенные еще в начале 80-х, в этом году капитально отремонтируют. Их обошьют новыми современными панелями с утеплителем. Монтажные работы по закреплению на стенах домов таких вот плит утеплителя с последующей их обшивкой нарядными облицовочными панелями сейчас достаточно активно ведут две бригады из общества с ограниченной ответственностью «Капиталстройнава». Они трудятся на многоквартирных домах на улице Меньшикова под номерами 13 и 15. К выполнению задачи приступили в июле. Вскоре к ним присоединится и третья бригада, которая будет работать на доме номер 11. Ждут лишь поступления необходимых стройматериалов, которые уже в пути. А теперь о том, что же встревожило жильцов ремонтируемых домов. Весь день в минувшее воскресенье шел дождь. Работы не велись, при этом панели с утеплителем, оставленные на стройке, не были прикрыты от дождя хотя бы самыми элементарными средствами защиты от влаги. По мнению некоторых жильцов, набравший влагу утеплитель даст знать о себе в морозы. Как известно из школьной программы, при замерзании вода имеет свойство расширяться в объемах, поэтому главный вопрос – не деформируются ли стеновые панели зимой. От комментариев на телекамеру строители отказались, сославшись на запрет со стороны руководства фирмы. Но в частной беседе один из бригадиров высказал мнение, что на технологию использования теплоизоляционных плит из базальтового волокна повышенная влажность особого влияния не оказывает. Специально предусмотрены вентиляционные отверстия для опроветривания. К тому же утеплитель химически пассивен. В реакции с другими материалами он не вступает. А вот что по этому поводу думают представители фонда содействию реформированию ЖКХ Ненецкого округа. Именно он выступает заказчиком строительных работ на объектах. Тревога необоснованная. Основная часть материала, который используется при утеплении стен, он закрыт от прямого проникновения дождя. Та незначительная влага, которая и попала на утеплитель, впоследствии она испарится в связи с тем, что утеплитель изготовлен из базальтового волокна, покрыт гидрофабизирующим материалом и впоследствии через каналы в этой системе утепления фасадов он испарится и уйдет. Активно строители приступили к работе в конце августа. Обшивать дома будут до конца осени. Не самое благоприятное на севере время года с частыми и обильными осадками. Допустимо ли проводить подобные работы под дождем? Конечно, в ливень, естественно, это нежелательно. Но проблем в дальнейшей эксплуатации здания с таким фасадом не возникнет. В других регионах эта система активно используется, в том числе и в северных регионах нашей страны. И нигде, по словам собеседника, за пять лет применения этих технологий проблем по причине переувлажнения утеплителя пока что не возникало. Дополнительные плюсы плит из базальтового волокна, их экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение и устойчивость к деформации. Все работы на этих домах в соответствии с тремя контрактами на общую сумму в 72 миллиона рублей должны быть завершены до 5 декабря. Михаил Веселов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Содержанием основных дорог в Нинницком округе займется общество с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал». С организацией, признанной победителем электронного аукциона, будет заключен контракт на сумму более 98 миллионов рублей. Итоги торгов подвели в централизованном стройзаказчике. Как сообщили в казенном учреждении, к работам подрядчик должен приступить с 9 октября. В зоне ответственности «Стройуниверсала» содержание в зимний период автомобильных дорог на территории Нарьенмара и поселка Искателей, а также участка автодороги Нарьенмар-Лейвош. С 9 октября текущего года по 31 марта 2021 подрядчик должен обеспечивать бесперебойное и безопасное движение участников дорожного движения, следить за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, стремиться к снижению уровня дорожно-транспортных происшествий в соответствующий период времени в неблагоприятных погодных условиях. В рамках технического задания контракта подрядная организация должна будет проводить очистку проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, устранять деформации и повреждения покрытий бордюров, ликвидировать колеи глубиной до 50 миллиметров, восстанавливать изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий и дорожной одежды на участках со слабыми грунтами, а также выполнять другую работу, связанную с осуществлением дорожной деятельности. Финансирование работ осуществляется из окружного бюджета в рамках государственной программы развития транспортной системы Ненецкого автономного округа. 22 сентября – Всемирный день без автомобиля. В этот день всем автолюбителям предлагается хотя бы на 24 часа отказаться от своих транспортных средств, потребляющих топливо. Одна из альтернатив – велосипед, который стал популярен и среди жителей Нарьинмара. В суровых северных широтах обходиться без автотранспортных средств непросто, в том числе и летом, ведь оно у нас комаринное и не всегда теплое. Однако даже и в этих климатических условиях все популярнее становится велотранспорт. И плюсы здесь очевидны – жизнь в движении, экономия на заправке автомобиля и положительные эмоции. Мечта была все время. И постоянно каталась на велосипеде, но не в таких, конечно, объемах, километрах, количествах. Тут меня как-то торкнуло. Года четыре назад мне подарили велосипед на день рождения, такой именно, какой я хотела, очень тщательно его выбирали. И, конечно же, там такой процесс пошел, который было не остановить. И у нас вот и велокросс ежегодный в сентябре проводится, я тоже в нем участвую. Велокроссы в регионе становятся популярны. Традиционно в августе-сентябре группа активистов из Нинецкого округа покоряет все более дальние расстояния, доказывая себе и окружающим, что велоспорт – это здорово. Изначально я не планировала, что мы выйдем на такой уже масштабный уровень. И я просто каталась сама. Сама каталась по городу, потом я поняла, что дистанция растет, а физической нагрузки я от этого не получаю. Решила усложнить задачу кататься по гравийной дороге, по песку. Ну и чтобы мне было скучно ехать одной до красного, я решила собрать команду, бросила клич, и люди отозвались. Но не всем близок такой вид хобби. Кому-то больше нравится комфортная городская инфраструктура, которая в Заполярной столице еще только строится. На самом деле начал ездить на велосипеде достаточно плотно только в этом году. Проблем никаких нету. В принципе, водители аккуратно объезжают. Поэтому у нас в городе, я думаю, достаточно комфортно. Тем более сейчас делают новые, получается, велосипедные дорожки. Единственное, они не очень ровные. Наверное, лучше бы было, если бы были они асфальтированы, как, в принципе, проезжая часть, тогда движение было бы гораздо приятнее. Я не считаю, что это велодорожки, потому что это брусчатка, по ним ехать, в принципе, неудобно. Велодорожка, я понимаю, что это какая-то прилегающая территория, идет от основной трассы, ну, где вот мы можем наблюдать в других городах. Вот, я не соблюдаю, честно скажу, не езжу по тротуарам, дабы не сбить пешеходов, а езжу по дороге четко по белой линии. А вот для таких, как Александр, наличие велодорожек в городе не принципиально. Ему по душе больше бездорожья. Велосипед он выбирал специально для этих целей – широкие шины, облегченная рама. Как раз-таки для нашей местности мне, как только они появились, начали там где-то в интернете проскальзывать, фетбайки, я загорелся. Тогда еще не было всяких разных китайских дешевых. Этот очень дорогой велосипед для меня. Удобно по лесу, по грязи, по пескам, по асфальту на нем почти не езжу. Ну, не нравится тут это ощущение. А по такой местности лесной, как у нас, в принципе, везде в городе Нарина, очень классно. Приятно видеть, что в выборе транспорта погодные условия – не помеха для жителей Заполярья, потому что они думают о своем здоровье и экологии нашего региона. И хочется верить, что с каждым годом такая тенденция будет только расти. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Владислав Ткачев, Телеканал Север. 20 берез посадили волонтеры в больничном городке в эти выходные. Мероприятие было приурочено к ежегодной акции «Сохраним лес-2020», которая традиционно проходит под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства. Ольга Русул продолжит. Акция «Сохраним лес-2020» в Наринмаре началась еще 1 сентября. Тогда волонтеры вместе с сотрудниками Ненецкого лесничества высадили деревья около новой третьей школы. Следующая локация – окружная больница. Администрация учреждения обратилась в лесничество с просьбой помочь облагородить территорию. Наринмар, знаете, у нас очень много песка, зелени не хватает. Поэтому мы решили, что осенью, когда будет самое время для посадки деревьев, чтобы они по максимуму прижились, организовать с привлечением общественных организаций посадку деревьев на территории больницы. Облагородить территорию, добавить зелени, чтобы было красиво, уютно. На посадку деревьев в больничный городок вышли сотрудники медицинского учреждения и волонтеры. Среди добровольцев и новый сенатор от Ненецкого округа Денис Гусев. Говорит, что опыт в этом деле имеет на его счету не одно посаженное дерево. Регулярно, каждую осень, занимаемся посадкой деревьев. И уже не только лиственные породы, но и луи уже есть небольшая. Но практика их приживаемости, по прошлым годам, как приживается, насколько приживаются деревья. Нина Абакшина – постоянный участник разнообразных экологических акций. Сегодня она вместе с членами клуба скандинавской ходьбы. Активная горожанка считает, что каждый в силах сделать что-то на благо малой родины. Я думаю, что не лишнее будет. Тем более больница, поликлиника, родильное отделение. Зелень им нужна, чтобы был кислород. Вот, это здоровье. Галина Кузьминична в массовой посадке деревьев участвует впервые. Хотя опыт в этом деле имеет. На просьбу принять участие в акции откликнулась с радостью. Вот когда, ну да, действительно, вот, человека не станет, да, дерево растет, да. Так же, посади дерево, вырасти сына и построй дом. Ну, как бы говорят. Ну вот. Деревья, которые высаживают сегодня, это березы, попадающие в зону прокладки газопроводов и линии электропередач. Их пересадку согласовывают, а затем транспортируют к новому месту жительства. Надо отметить, что лесничество обеспечивает волонтеру всем необходимым для посадки деревьев инвентарем. Тонкость и хитрость только одна. Любить то, что делаешь. То есть, если буквально с любого дерева посадил, поверьте, оно приживется, но обязательно поливать. Примечательно, что акция проходит накануне праздника Дня работника лесного хозяйства. Зад у нас День работников леса, поэтому своим коллегам пожелаю крепкого здоровья, благополучия себе и семьям обязательно. Удачи. До конца сезона в лесничестве запланировано еще четыре мероприятия по высадке деревьев в городе. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова